Ровно год назад 35 украинцев вернулись домой из российских застенков. За решеткой их удерживали по надуманным обвинениям от незаконного пересечения несуществующей границы с аннексированным Крымом и до подготовки теракта. Как встречали героев и что изменилось в их жизни за год на свободе, Милина Амеди расскажет. Слезы радости и объятия. В этот день ровно год назад в аэропорту Борисполь встречают особый борт. После сложнейших переговоров и долгих месяцев и лет, домой из российских тюрем возвращаются 35 украинцев. Теперь уже бывших политзаключенных встречает президент Владимир Зеленский. Первыми по трапу спускаются 24 наших моряка. Российские спецслужбы захватили их 25 ноября 2018 в Керченском проливе в нейтральных водах Черного моря. Следом крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко и Владимир Балух, а также единственные в списке освобожденных крымский татарин Эдем Бекиров. Этому дню предшествовал целый месяц напряженных переговоров Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Андрей Эйдер – самый молодой из освобожденных моряков. В российском СИЗО отметил свое 19-летие. После возвращения домой первое, что сделал, попросил руки своей любимой. А через 4 месяца, в новогоднюю ночь, они с Мариной поженились. Андрей рассказывает, из-за проблем со здоровьем, травмированной коленой, закрытой черепно-мозговой травмой, последствия вооруженного штурма российских военных его списали с корабля. Сейчас он продолжает службу в Одессе, но уже на суше и по-прежнему идет к своей цели – званию офицера. На данный момент я сейчас поступаю в педагогический институт имени Ушинского. Это гражданское заведение, но в дальнейшем по прямому госу есть возможность перевестись, точнее получить офицерское звание. Но вот вернется ли в море, за которым так скучает, остается открытым вопросом. Я так думаю, что шанс вернуться в море есть, но он очень мал, и это не в ближайшее время, потому что здоровье может установиться за какой-то промежуток времени, но решение комиссии, которая списывалась по составу, а в дальнейшем отрезало бюджетное поступление, оно не будет меняться в довольно продолжительное время. Через год после взаимного освобождения удерживаемых лиц количество политических заключенных только возросло. Раньше их было 113, сейчас 135, сотни из которых – это крымские татары, которых российские силовики продолжают системно задерживать во время массовых обысков в аннексированном Крыму.